Всем доброго дня! Мы отправились в поход на завершение сезона ранняя весна сырой холодный лес несмотря на зеленые росточки это было завершение сезона когда можно было испытать печь любезно товарищ предоставил мне эту печь не пожалел я предупреждал его последствия что уже не будет такой товарный вид и я воспользовался возможностью китайская титановая печь сум-вум, назовем так если правильно выражаюсь как видите, мой тактический пёс бренд у него идеальная экипировка и он всегда в любой момент может испытывать проходимость леса мы уперлись в болото и понимаем, что идти уже дальше нет смысла, потому что начинает смеркаться поход у нас, как обычно, многодневный вот такое вот недоразумение вылезло из болота и приобрело темный оттенок ну, что делать каждый испытывает свою экипировку хорошо, когда есть лесные озера можно привести свою экипировку в порядок вот дождь сыра ветерок раскинул я свои вещи и в этом наборе вы сейчас увидите в сложенном виде печечку сом-вум вот такой вот кейс лагерь все равно как ноутбука надо сказать что сумка хорошая добротная и сама по себе в ней удобно все размещать вместе с сумкой титановая печь ну, считайте порядка трех килограмм без сумки без ничего два килограмма семьсот грамм ну, скажем так это без трубы вот такой вот лагерь укрыто все изморось этой палатка стоит все стоит теперь осталось что разложить печку итак давайте посмотрим вообще в принципе мой обзор не для того чтобы рассказать какое-то устройство этой печи а именно поделиться мнением своим перчатки я удивился перчатки неплохого качества кожаны чтобы можно было брать за горячие предметы это как бы здорово винтики вот с этими винтиками у меня целая история вышла винтики они из нержавейки я понимаю хорошие все замечательно один такой винтик я был уронил представьте в мох я его 25 минут искал так и не нашел вот эти вот винтики потом еще потерял полдня чтобы найти что-то похожее и товарищу возместить утрату поэтому но винтики это будьте очень осторожны я вообще рекомендую какую-то отдельную коробочку для них завести труба труба она сделана из фольги кольца которые фиксируют эту трубу в сложном виде я с трубой уделю вам более внимание чтобы может быть та информация вам будет полезна потому что труба я бы назвал так сереги морой особенно когда в новом виде печка не легкая но очень хороша что меня интересовало в этой печке я вам потом позже скажу вот именно меня а это далеко уже не первая печь моя которую я использовал разбирается печка и в сложном виде хороша надо сказать что гремит минимально потому что бывают печки которые в сложном виде как погремушки имеются ребра жесткости на боковых стенках и на самом дне что позволяет сохранять после длительного использования ну не так ведет как говорят искривляются поверхности печки собирается вставляется вот в пазик то есть выступы сверху слева и справа эти выступы заходят в зацепление и таким образом фиксируется боковая стенка одна из стенок со стеклом я очень радовался ждал ночи чтобы испытать эту ламповую как говорят обстановку наподобие камина смотрите вставляю ближе к вам боковую стеночку выступы опля защелкнулись да брюки медленно превращаются да все хорошо защелкнуть кстати на камеру я ее собираю почти на российский так далее одевается сверху панель или как ее называют варочная панель и дальше вот этими винтиками специально с по моему 4х6 их размер специальной такой вот головкой которую можно крутить на снарить нарезная такая вот сильно выжимать не обязательно все совмещается и видите боковая дополнительная назовем ее так приток воздуха очень кстати существенная штука интересная это уже пользовался вообще сейчас пока я прикручу что меня интересовало меня интересовала длительность горения печи это очень важный элемент именно длительность горения печи потому что забрасывая в печку каждый кто пользовался хоть раз походной печкой понимая что забрасывая туда дрова проходит максимум час полтора и надо просыпаться и подбрасывать заново и вот меня интересовало какова же будет вот здесь по времени возможность поспать ну жалко что не досталось мне это зимой печка температура была в районе нуля ночью сыра и я тоже испытал ее вот она боковой с торца приток дверца открывается очень хорошо легко закрывается легко открывается и в горячую и в холодную то есть ну все регулировки они работают на радость хорошо ножки они вот такие складные разложили видите вы ребра жесткости дополнительные на дне и вот смотрите я поставил печку и видите у меня уже с одной стороны ножка чуть-чуть подкосилась я специально уделяю этому внимание потом вы поймете почему вот видите нажимают так это у нас сверху по-моему называется шибер ставится в этом шибере есть регулировка вот эта заслонка и ее лучше туда наружу не к себе ставить видите смотрите я двигаю и печка падает дальше еще вернемся к этому моменту шибер он сам по себе прикручивается этими же винтиками тремя винтиками все в принципе хорошо все нормально кстати труба бывает комплектация трубы под этот шибер составная там по-моему четыре колена у нас в данном случае будет труба из фольги потому что я даже у меня в одной из моих печек материал перламы по-моему называется и он жесткий его даже первый раз ну было абсолютно терпимо складывать в данном случае ну не буду забегать вперед мы все увидим своими глазами вы видите как работает эта заслонка вещь на самом деле нужная я неспроста сказал так что с помощью вот этого предмета мы будем определять длительность горения печи чтобы мы могли как можно больше комфортно поспать от подкладки до подкладки дров вот мы поставили видите бывает такое зачастую кто пользовался в дверях видите толкаешь она падает когда мы устанавливаем печь выводим уже трубу бывает что необходимо вывести вертикаль такой трубы и мы печечку двигаем вперед назад влево вправо поэтому будьте очень осторожны если вы будете передвигать во время этого передвижения у вас будут ножки что делать складываться поэтому выравнивая вертикаль поддерживаете снизу приподнимаете вот это вот байда отдельная искорогаситель назовем ее так тоже отдельно сделаю на нее как бы ремарочку такую хомут хомут фиксирует вот этот геморрой под названием труба фольгированная она настолько тонкая что мне порой казалось что в нее можно завернуть картофель из печени костры вы видите да ну просто так значит смотрите что я делал вот я коротко постараюсь я скручиваю трубу в том же как бы состоянии как она и была но то поскручиваю немножко так вот со смещением чтобы она вот так на конус пошла если вы будете скручивать по-другому вы попробуйте но перед этим выпейте успокоительного вот так скручиваем и дальше мы просто-просто вот можно даже как на бумаге потренироваться да дальше мы просто вот так накручиваем вот этот весь изгиб и вытягиваем ее берем параллельно все эти колечки и с помощью колец фиксируем в определенном месте ну скажем так чтобы первый раз сложить аккуратненько трубу ушло на это время я потом разложил и хотел вам показать вот с помощью Олега попросил говорю давай представим что вот ты первый раз мы с тобой складываем понятия не имеем вот не знаем этого и хака и вдвоем пытаемся аккуратненько скрутить эту трубу чтобы не замять не поломать она настолько хрупкая и вот мы начали пробовать имитируя вот это складывание первый раз я вам могу сказать еще раз ребята попробуйте если у вас крепкая нервная система первый раз это сделать в принципе когда этот материал прогорит под температурой он потом приобретает ну с ним можно уже проще работать но все равно я рекомендую именно вот с этой фольгой работать вот этим способом который я вам показываю вдвоем тоже ничего не получается Олег он даже решил наверное загуглить как это сделать но не помогло ему это вот я опять сложила вот так с сдвигом аккуратненько мучаешься вот так вот выпрямляешь потом надеваешь кольца ну на все на все первый раз на не прокаленный материал уходит где-то ну минут семь а то может и десять уйти с непривычки я очень радовался что я сложил эту трубу это один из самых сложных элементов данной конструкции радовался что я нигде не помял аккуратненько сложил вот видите показываю у меня было хорошее настроение вот и вы поймете опять-таки почему я делаю акцент на том что хорошее настроение нигде ничего не замял я уже одеваю все и думаю ну прокалю это дело и будет моего товарища в хорошем состоянии прокаленная труба вот эта вот часть видите она я не знал врать не буду она туда проваливается и получается ну закрывает ограничивает выступ выход горячего воздуха с дымом я не знал там в этой штуке есть специальные ну потом чуть позже покажу отверстия они так загнуты их надо отогнуть чуть позже покажу вот в такой сложенном виде у меня к сожалению было только веревки на два крепления их надо три в обязательном порядке эту фольгу надо крепить растяжками такими через вот этот искрогаситель чтобы ее не ветром не согнуло не подуло ничего подобного и у нас случилась вот беда одна из собачек бежала на радостях уже стемнело было и темнело и зацепило растяжку и труба сложилась она сложилась но я не знаю как лист бумаги все равно что загнуть видите вот в этом месте я подумал уже потом позже что вот и хоть ты возьми кусок из консервной банки или еще что то я бы делал так вот в месте выхода обязательно бы дополнительно вставлял бы вот что-то такой кусок какой-то трубы легкой или еще что то чтобы создавать ребру жесткости именно в месте выхода из палатки ну это так на всякий случай разжигаем разжигаю печурочку я радуюсь ну все все работает все хорошо значит по поводу горения могу сказать так два с половиной часа на всех минимальных регулировках я даже проснулся по-моему три часа спал и то угли еще тлели вот это красивое ламповое окошечко именно с левой стороны не с торца с дверей куда мы подбрасываем а с торца оно быстро закоптилось и перестало показываться чистится легко ну может это из-за дров сосна в принципе сухая но закоптилось теперь смотрите видите вот на шибере это дроссельная заслонка как только ее закрываешь я уже ночью не снимал потому что плохо видно я потом уже утрочком вот сейчас для вас покажу я закрыл шибер и у меня видите даже при открытом при всем этом весь дым прет сюда наружу в палатку я тоже специально так не понял сначала ночью взбодрился поэтому его до конца закрывать не надо и как могу сказать если вы хотите пользоваться этой печкой достаньте эту заслоночку и спилить и слева и справа немножко оставляясь ну миллиметр четыре пять спилить и чтобы при полностью закрытом все равно оставался вот он этот часть его там видите вот три таких отверстия вот они вот самые нижние ближе к крючкам которого растяжка внутри загнута сама по себе все как вот это пробивали отверстие ее надо отогнуть эти усики и тогда не будет проваливаться искрогаситель вот это залом из-за собачки в остальном труба прогорела труба под названием геморрой и будет складываться попроще ну вот это вот это я уже почистил потом вот это вот жалко боковое окошко оно очень-очень быстро закат коптится и просто становится черным а вот это окно оно всегда нормально парадокс ну не знаю с чем это сказать одни и те же дрова поэтому эта печка абсолютно пригодна для применения чтобы можно было отдохнуть и не строить землянку вот так вот в лесу укрытие какое-то специальное ставите палатку дрова и три часа у вас гарантированного сна ну конечно если есть еще хороший каремат коврик спальник и так далее в холодное время это точно всем активного долголетия